В районе Юлинского переезда к работам по возведению путепровода приступили в начале этого года. Длина эстакады в конечном итоге составит более 100 метров, высота более 8 метров. Также здесь предусмотрены автомобильные развязки и съезды. По проекту на дороге будут две полосы движения в каждую сторону. Сейчас мы видим, что временная дорога строится из лестбетонных плит. Это будет место для дороги дублера местного значения, для подъезда к торговым центрам Hyundai, Renault. Там дальше будет еще строительный небольшой рыночек. То есть такой проездик для местного значения. Основной проезд это будет типа кленового листа с развязкой и с подходами под путепроводом, с заходом на путепровод и съездом в сторону Гражданской улицы, мимо СНТ и Гражданского поселка. Здесь еще будет одна проложена дорога, это между Капитолием и центром Hyundai, где сейчас площадка гостевая находится. Съезд будет со светофорного объекта в сторону СНТ, прямого пересечения не будет, будет два Т-образных перекрестка с выездом только направо. Ну и здесь вот в 150 метрах будет уже светофорный объект, где можно будет развернуться, если необходимо, или пересечку какой маршрут там надо на Калязин или на город. То есть еще будет сделан еще один проезд, широкий, четырехполосный. Развязка она типовая, никто не запутается, никаких лишних там разветвлений не будет. Ну на всякий случай мы выложим в сеть еще раз эту развязку, чтобы люди все понимали. Переезд будет ликвидирован однозначно. Внутренние проезды, которые сейчас временно строятся, они будут как с одной стороны, так и с другой. Ну вот если мы сейчас стоим, то с левой стороны от путепровода в обе стороны. Сейчас не могу точно сказать, да, значит, будет ли предусмотрено пешеходное движение через путепровод. Собственно говоря, если мы видим платформы, находятся практически под путепроводом, ну в непосредственной близости. По проекту с платформ заходы предусмотрены на путепровод. Ну, дальше жизнь покажет все-таки, как будет, оставится пешеходное движение или нет. Мы, наверное, вернемся ближе к окончанию строительства к этому вопросу. Организация «Стройком», ведущая работа по строительству путепровода, идут навстречу друг другу. Одни от Диулинского переезда, другие со стороны Семхозского поля. Диулинский мост – это финальная точка в строительстве всего западного объезда. И основные сложности приходится как раз на третий участок. Появились коммуникации, которые не были учтены. В частности, необходимо вынести газопровод высокого давления, который питает Троицкую слободу. Он расположен в районе Благовещенского поля. Здесь прошла временная накладка. Собственно говоря, когда проектировщики проектировали, газопровода не было, и сам газопровод находился еще в проекте. То есть пока прошла накладка, все, проектировщики прошли, проект сдали, все, к этому времени уже прошел газопровод высокого давления. Когда начали выяснять проект, уже был данный, прошел экспертизу, никто на этого внимания не обратил, не видел. Потом уже выясняется, что перед началом работы появился газопровод. Подняли документы, ну тут разница временная такая, в течение месяца-двух была нестыковка. Ну это форс-мажор, собственно говоря, сейчас вот это решается, но тоже все приостановлено. Это длительный процесс выноса, переноса дополнительных денег. Я бы сильно не упирался в строки окончания строительства. Ну юридически, да, все понятно, но чисто технически претензий предъявить, собственно говоря, мы не можем. И я бы считал, что это не совсем корректно на строителей вешать так и это. Хотя, если мы с буквы закона подойдем, да, есть контракт и как хотите. Еще одно препятствие в строительстве третьего этапа объезда – пешеходная зона вдоль набережной Копненки, ведущая к Загорскому морю. В этом месте требуется мостовое сооружение, которое ранее не было предусмотрено проектом. Этот был значительно раньше сделан проект, никаких пешеходных зонах никто и не думал. Да, собственно говоря, они уже приступили к строительству и уже несколько этапов сделали. Первый, второй этап, да. И мы уже понимали, что если они сейчас начнут третий этап и все это сделают, то потом разрушать, что-то строить. Во-первых, это и другие затраты. И поэтому в скоропостижном порядке мы обратились в адрес губернатора, министра транспорта, чтобы приостановить работу в связи с такой новой концепцией. Предостали все документы, все главы архитектуры, все нас поддержали в этом вопросе. Ну и было принято решение, чтобы не задерживать стройку, вот этот кусок вычленить и запроектировать здесь мостовое сооружение с той целью, чтобы мы могли уже пешеходные, велосипедные движения, плюс у нас там оставить запас под перспективную улицу. Собственно говоря, это правильно было решение, вовремя мы успели, было бы очень обидно. Общая протяженность западного объезда более 11 километров. Это весь путь от Московского шоссе через Ярославскую железную дорогу, улицу Загорского и до железнодорожного Диулинского переезда. Срок строительства контрактом определен 31 декабря 2019 года. Ну, не исключена такая возможность, что все-таки перейдет в первый квартал 20-го. Может быть, даже если чисто технически и успеют сделать, то оформление все равно, скорее всего, займет еще дополнительное время. Поэтому мы надеемся так, собственно говоря, и не торопим именно строителей, как говорится, чтобы к какому-то там 7 ноября, как это раньше было, да, к определенному. Контракт есть контракт, но бывают просто чисто технические проблемы, о которых вот мы сейчас знаем, принимаем участие, помогаем строителям. Но ничего здесь такого, я считаю, что нету, не объективного какого-то, да, или какая-то задержка по идее строительства, строительство молодцы, идут все. Но вот такие причины, которые, собственно говоря, лучше сделать качественные, и на такой объект, на такие объемы, ну, считаю, ничего страшного здесь не произойдет. Ну, а, собственно говоря, дальше уже будет приниматься решение руководством стройки, как все это дело будет сдано. Ирина Самойлова, Сергей Власов, День города. Ирина Самойлова, Сергей Власов.